Сейчас на связи со студией моя коллега Наталья Стельмах. Я бы сказал, что вот именно тот случай, когда с редакционным заданием повезло. Наталья в числе зрителей церемонии закрытия, которая, как обещают организаторы, будет не менее яркой и эффектной, нежели церемония открытия. Многое до сих пор держится в секрете, но о каких-то моментах шоу нам удалось разузнать детальнее. Наталья, чего ждем? Есть ли какая-то интрига? Понятно, что будут звезды спорта, победители вторых европейских игр и участники? А кто планируется из звезд шоу-бизнеса? Зрители заранее собираются на трибунах и, согласно регламенту, к этому моменту трибуны должны быть уже практически заполнены. Трансляция церемонии закрытия вторых европейских игр, как и ее зрелищная часть, начнется в 10 часов вечера по Минскому времени. Но это событие мирового масштаба, значит, следить за ним будут далеко за пределами нашей страны. Увидеть церемонию закрытия смогут телезрители в 196 странах. Именно столько государств выкупили права на трансляцию, так что не преувеличением будет сказать, что с Минском сегодня весь мир. Но, как мне кажется, стать очевидцем такого события, это гораздо приятнее. Тем более, что цены на билеты были вполне доступными, от 35 рублей. За самые дорогие просили 150. Что до программы церемонии, то ее концепцию организаторы снова держат в секрете. Но кое-что известно. Например, что на национальном олимпийском стадионе «Динамо» сегодня выступят группы «Айова», «Джей Морс», «Теслабой», «Лепреконцы». Не обойдется и без оперного звучания. На смену сопрано Анны Нетребко, она была хедлайнером церемонии открытия. Ждут лирический тенор Николая Баскова и его дуэт с прямой белорусской оперы Оксаной Волковой. Из того, к чему мы уже готовы по церемонии открытия. На стадион снова выйдут все спортсмены из 50 стран, участвующих в играх. Будет и дополненная реальность, и световые, и проекционные эффекты. Зрители снова станут участниками этого шоу, используя световые браслеты. Их снова раздадут всем без исключения. Среди зрителей, кстати, будут и главы государств. Вместе с Александром Лукашенко следить за церемонией закрытия в Минске будут президенты России, Таджикистана, Армении и главы международных организаций. Сам сценарий станет продолжением церемонии открытия. И, как рассказал один из режиссеров, жанр изменится. Шоу станет динамичнее, и у него будет сразу несколько финалов. А такое завуалированное описание, согласитесь, еще больше интригует. Поэтому нам с вами ничего не остается, кроме как еще немного подождать и увидеть, что же Минск приготовил на десерт. Но мне, думаю, будет немного грустно в тот момент, когда погаснет пламя мира. Но при этом очень интересно, как же организаторы обыграют этот знаковый прощальный эпизод. Они, в свою очередь, обещают, что это будет нечто особенное. Коллеги? Что ж, спасибо большое, Наталья. С нетерпением ждем яркого шоу.